Добрый день, друзья! С вами я, Екатерина Романенко. Вы смотрите наш канал Переезд в Краснодар и в Краснодарский край. Сегодня мы с вами смотрим дома в станице Калининского района. Сейчас мы переместились уже непосредственно в самую центральную станицу, в Калининскую. И в феврале месяце готова вам презентовать вот такую зеленую траву, растущий будущий шиповник, зеленеющие самшитовые деревья в нашем безумно холодном Краснодарском крае. Очень хочу вам показать данный дом. Данный объект у нас расположен на земельном участке чуть меньше 7 соток. Дом 80 квадратных метров, 1977 года постройки. Дом кирпичный, со всеми центральными коммуникациями, по стоимости 2 миллиона 750. Цены вообще такую кто-то видел, слышал давно, недавно. Я уже давно таких цен не видела. Есть одна особенность. Внутри покажу дом. Он подлежит полному внутри, ну, ремонту, да, будем говорить уж как есть, капитальному ремонту, потому что внутренней отделки практически никакой нет. Зайти жить можно, конечно, ну, так себе. Ну, поэтому цена 2 750. Вот хочу, чтобы этот дом воспринимался как объект, как будто бы вы купили дом в предчастовой отделке, да, у застройщика только не за 5 миллионов, а за 2 700. И делали внутри себе вот нужную вам предчастовую отделку и уже чистовую дальше доделали. Ну что, не буду томить, пойдемте смотреть. Значит, ширина фасада здесь 19 метров. Центральная хорошая улица, асфальтированный подъезд. Мы опять же в центре станицы буквально завернули за администрацию, за центральную площадь. Здесь достаточное количество школ, детских садов, спортивная школа, искусств, школа, ну, в общем, центральная районная станица, да. И мы в самом центре. Вот сидит аллея самшитовых деревьев, зачем-то их, конечно, вот порезали, да, чтобы они тут огромными не росли. Но самшит, он такой, что все равно имеет свойство разрастаться кустом. Далее идем с вами на земельный участок. 6,7 соток у нас непосредственно сам земельный участок с надворными постройками. К сожалению, нет у нас ключей открыть надворные постройки, но есть гараж. Заезд в гараж у нас непосредственно с центральной улицы. И, как водится на Кубани, очень любят вот эти вот виноградные беседки, виноградная лоза на металлическом каркасе, прямо под всем въездом под машину. Да, очень вот с ворота, да, и очень так оп, и попадаем непосредственно уже в гараж. Особого количества каких-то насаждений здесь нет. Конечно, участок нужно обрабатывать, разрабатывать. Да, давно как бы не пользуются домом участком. Ну, вот, в общем-то, эти вот 7 соток наших, 6,7 сотки с 119-метровой шириной. А если вот сарайчики эти не нужны, это можно как бы все снести и построить, ну, в общем-то, то, что нужно. В общем, друзья, воспринимаю, как земля в центре станицы, в хорошем проходном, таком проездном, да, вот в центральном месте. Дом кирпичный, 80 квадратных метров, со всеми центральными коммуникациями по стоимости 2 миллиона 750. Вот, огромный грецкий орех сидит у нас посередине участка, уж точно вот грецким орехом и фундуком будете обеспечены. Вот здесь дерево у нас фундука. Также, да, напомню, что есть у нас там виноградная лоза, есть еще дерево абрикоса. Ну, и несколько розочек сидит перед домом, да, такой вот своеобразный розарий. А кто-нибудь знал, да, видели, что грецкий орех как растет, знаем. А вот фундук, это вот у нас, кстати, будет будущий фундук, что он растет вот такими, как сережки, да, такие березовые. Ну что, друзья, давайте, да, дальше смотреть непосредственно сам дом. Дом 77-го года постройки, полностью кирпичный, со всеми центральными коммуникациями, крепкий достаточно. Ну, конечно, требуются какие-то доделки, переделки. По сути, такой дом в таком состоянии, вот по крепкости стен, ну, найти прям проблематично. Крыльцо подлежит замене, но это не критично, не глобально. Пойдем смотреть непосредственно внутри сам дом и что же из него можно сделать. Подготовлено все прямо вот в работу, да, под отделку. Давайте будем смотреть планировки самого начала, чтобы было понятно. Сначала, кстати, планировка здесь достаточно хорошая. При входе есть прихожая, прихожая прямоугольной формы, порядка 6 квадратных метров. Так, вот сюда, по левую сторону, это предполагается у нас санузел. Санузел здесь совмещен, но перепад по полу, да, я бы, наверное, здесь налила больше бетона, пола, для того, чтобы поднять уровень пола, ну, чтобы был одинаковый. Тем более, высота потолка здесь позволяет, здесь вот высота потолков по всему дому, ну, порядка 3 метров. Поэтому, если здесь сравнять, то ничего страшного не будет. Далее у нас прямо по курсу кухня. Кухня также хорошая по площади. Здесь, ну, правильный такой квадратик, площадью порядка 12-13 квадратных метров. Два окошечка из кухни выходят во двор. Окна везде поставлены у нас здесь стеклопакеты. Далее мы попадаем в жилые помещения. Здесь уже была сделана, видимо, какая-то перепланировка. И, кстати, очень удачная, да, потому что, видимо, соединили вот этих две смежных комнаты и сделали одну единую гостиную. Да, вот это вот должна быть общая гостиная, большая комната. Правильно, прямоугольная форма. Здесь площадь будет у нас порядка 16 квадратных метров. И далее мы с вами посмотрим, что у нас из общей комнаты, да, из вот этого зала, гостиной, будут две изолированные комнаты. Давайте посмотрим первую из них. Данная комната у нас правильной квадратной формы. По площади здесь порядка 13 квадратных метров с тремя окнами. Ну, в общем, понятное дело, да, везде требуется ремонт. Еще раз повторяю, что этот дом нужно воспринимать как кирпичную коробку в центре станицы, с подведенными со всеми центральными коммуникациями. То есть вот зайти и полностью сделать ремонт, вплоть до убрать отопление, навесить новое отопление, да, с полами все порешать. Ну и все это привести в такой современный, в красивый вид. Бюджет при покупке в 2,750, он позволяет здесь на самом деле сделать хороший современный ремонт. Либо это будет чья-то дача, прямо в центре станицы. Пойдемте смотреть вторую комнату. То есть у нас, по сути, получается 2 изолированные комнаты. Площадь данного помещения у нас будет порядка 9 квадратных метров. Комната правильной прямоугольной формы. Опять же, окошечки везде поменены. И вот несмотря на то, что дом уже давно не топится у нас, смотрите, вот насколько толстые стены, что даже вот эти старые страшные обои, да, они вот прям даже нигде не отошли, что удивительно. И дом перезимовал вот эту зиму без, фактически без отопления у нас. Ну, что, друзья, смотрели мы с вами весь жилой дом. Напомню, что площадь здесь у нас 80 квадратных метров. Дом с подключенными со всеми центральными коммуникациями, газ, свет, вода, канализация здесь септик на 4 куба. Земельный участок 6,7 сотки. Стоимость данного домовладения 2,750 миллиона. Вот такой более чем бюджетный вариант в центре станицы Калининска вам готова предложить. Если вам такой вариант дома подходит, и вы готовы взяться за него с руками и ногами и сделать из него дом своей мечты, добро пожаловать на наш канал. Пишите, звоните, вам с удовольствием этот объект покажем. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на колокольчики. Да, каждый день выходит новый обзор. Приезжайте к нам в Краснодарский край. С вами я, Екатерина Романенко.